11.06 в Кирове. Программа «Дневной разворот» в эфире. В студии Анна Лапшина и Дарья Топузлиева. Добрый день. Добрый день всем слушателям. Мы сегодня работаем два часа, как обычно. Сегодня оба часа мы будем говорить об изменениях и о людях, которые меняют наш город. Во втором часе, после 12 к нам придут участники Кировского отделения фонда «Городские проекты». Подробности все после 12 часов. Пожалуйста, подключайтесь, будет интересно. В первом часе Валентин Пугач, ректор нашего Вятского государственного университета, опорного вуза Кировской области. Валентин Николаевич, добрый день. Здравствуйте. А тема мы заявили, на самом деле, звучит она, конечно, немножко, не знаю, пугающе, не пугающе. Вятский государственный университет скоро перестанет быть опорным вузом. Но на самом деле ничего страшного не произойдет. Просто программа развития опорных вузов завершается. Но будет новый этап развития, какой мы у нашего гостя обязательно спросим буквально через минуту. И анонсируем соцсети наши. Ну, собственно, свои вопросы вы тоже можете задавать. У нас есть мессенджеры. Все они привязаны к телефону 8-900-9-720-101-0. Можете написать нам через WhatsApp, через Viber. Также мы есть во всех соцсетях, в Вике, в Инстаграме, в Одноклассниках, в Фейсбуке и даже на Ютубе. Просто вбивайте Эхо Кирова. Спасибо большое, Дарья Топузлеева и Валентин Николаевич. На этом до свидания. Нет, нет. Дарья остается с нами. Вот, Валентин Николаевич, все-таки вот эта вот история с тем, что опорным вузом Вятский государственный университет до Юры быть перестанет. Что означает для вуза? Ну, действительно, звучит немножко провокационно, но все объясняется действительно очень просто, что в 2020 году завершается четырехлетняя программа развития университетов страны, которые были описаны через проект опорные университеты. Вы знаете, что в стране происходит такая стратификация высших учебных заведений по уровням, по специфике деятельности. У нас есть федеральные университеты, есть научно-исследовательские университеты, есть вузы, участники программы 5.100, которые вошли в постановление правительства, и следующая когорта – это опорные университеты, которые, собственно, по конкурсу были отобраны 4 года назад. Это вузы, которые решились на процесс объединения, только в этом случае они могли участвовать в этом деле. Они должны были, а, запустить процесс объединения, б, написать амбициозные, но при этом реально выполнимые программы с конкретными индикаторами, показателями, которые предусматривали значительный рост основных параметров деятельности вуза, как количественных, так и качественных. Ну и, соответственно, в течение этих четырех лет ежегодно вузы отчитывались о ходе реализации этой программы, и в зависимости от результатов, либо получали обещанное финансирование в полном объеме, либо, ну, если по каким-то направлениям работы у них были какие-то отставания, они получали замечания, критику, предложения по развитию, и имели при обязательствах сохранения, выполнения всех показателей сокращение финансирования. Хочу сказать, что университет, в данном случае ВИАДГУ, всегда, все эти годы признавался в лидирующих позициях. То есть нам финансирование не срезали? Не срезали, да. И, собственно, благодаря этому нам удалось, что называется, закрепить репутационные все достижения, которые у нас были. Мы получили в полном объеме все средства, которые планировали, смогли на них приобрести новое оборудование, отремонтировать аудитории, лаборатории. Мы запустили, создали с нуля и наращиваем работу структурное подразделение под названием инжиниринговый центр ВИАДГУ, который, собственно, уже сейчас превратился в такой инновационно-исследовательский центр, где разрабатываются новые станки, оборудование, интересные приборы. Инжиниринговый центр выиграл целый ряд интересных конкурсов и подряда для различных региональных и федеральных структур. Для Министерства обороны мы изготавливаем элементы, в том числе вооружения. Ага. Да, и, соответственно, мы отчитываемся объемами денежных средств, которые инжиниринговый центр зарабатывает. Это один из основных критериев успешности и его развития. То есть не просто закупить оборудование, нанять людей и сидеть, улыбаться, что-то там рассказывать, а нужно запустить инновационную разработку и производство. Ну я вот почему-то все эти годы полагала, что вот этот статус, опорный вуз, он, собственно, раз и навсегда. То есть вас теперь даже нельзя будет так называть? Ну, я предлагаю... Мне кажется, все уже так привыкли, опорный вуз, опорный вуз. Да, сначала все ругались на это, может быть, не самое благозвучное название. Потом все потихоньку привыкли. И я думаю, что независимо от того, есть ли такая программа или нет, по всем признакам, по всем функциям, начиная от того, что 75% всех студентов нашего города – это студенты ВИДГУ, абсолютное большинство преподавателей, абсолютное большинство ученых, абсолютное большинство исследований, наработок и так далее – это все равно ВИДГУ. Не хочу обидеть ни в коем случае, умолить роль наших коллег из других кировских вузов, но количественно и качественно мы все равно доминируем и вносим наибольший вклад в экономику и развитие нашего региона. Я готов рассказать более подробно, что это за вклад и что нам удалось достичь, но по факту это так. Поэтому мы точно по факту являемся и всегда будем, я надеюсь, опорой нашего региона. И, собственно, смысл этой программы в этом и заключалось, что в прошлые годы, вы знаете, там, в 90-е, в начале 2000-х, вузы не были заметны в региональной тематике. Они варились как-то в своем соку. Вот мы гуляли по территоральной площади. Что там в нем происходит, кого они там готовят, чем они там занимаются, для жителей города и области было не очень понятно. Ну да, там какие-то иногда, значит, массовые мероприятия на парадах студенты ходили, а так в университет... И в парках бегали на физкультуре. Да, да, да. Было незаметно. А теперь давайте посмотрим, что происходит сейчас. Что университет... Давайте, может, немного просто пробежимся по тем проектам, в которых принимал за эти годы ВИАТГУ участие. Ну, давайте, да, давайте, хорошо. Ну, смотрите, во-первых, с чего все начиналось? Начиналось с того, что мы очень активно развернулись. Это, собственно, было и до программы объединения, но так как программа опорных университетов предложила состредоточиться именно на этом, что там ВУЗы 5100, еще раз напоминаю, это ВУЗы, которые финансируются государством там, притом в гораздо больших объемах, они сосредоточились на том, чтобы сконцентрировать у себя лучших ученых страны и мира и, собственно, по научным публикациям, исследованиям, тематикам и, собственно, привлечению иностранных студентов стать в один ряд лучшими университетами мира и продвинуться в рейтингах, в англоязычных рейтингах, в международных рейтингах. Не очень непростая задача, там отдельный целый блок системных проблем, почему это очень сложно достичь и почему на это должны уйти десятилетия и миллиарды долларов в течение долгих лет. Это одна задача. При этом, обсуждая в Минобре с ректорами прошлого министра, собственно, мы постарались донести, и хорошо, что нас услышали, по поводу того, что давайте посмотрим, на что такое региональный ВУЗ. Региональный ВУЗ не обязательно должен быть с большим количеством иностранных преподавателей, программами на английском языке и, соответственно, вориться в мировой тематике. Его главное предназначение обеспечить устойчивое развитие экономики региона. Самое очевидное – это обеспечение кадрами. Но точно на этом нельзя останавливаться, потому что для того, чтобы готовить, ну, банальности, наверное, говорю, ну, давайте повторю, для того, чтобы готовить квалифицированные кадры, нужно для этого, чтобы преподаватели находились на фронтире лучших знаний, лучших технологий, лучшего оборудования, которое сейчас или в ближайшем будущем будет применяться на предприятиях. А значит, преподаватели и студенты должны очень активно заниматься проектной деятельностью и заниматься наукой, исследованиями и инновациями. Непростая задача звучит красиво и правильно, но добиться этого и добиться новых компетенций – это перестроить весь процесс организации работы университета. То есть уход от традиционных лекционно-семинарских занятий, где студенты посидели, послушали лекции и пошли, выполнили лабораторные и разошлись по домам. Эта схема не работает сейчас. Во-первых, уже доказана низкая эффективность усвоения лекционного материала, когда они пассивно себя слушают. Во-вторых, вот эта только теоретическая подготовка, она не позволяла нашим выпускникам, студентам, сразу практически вливаться в те процессы, которые происходят на предприятиях. А на предприятиях в это время, мы знаем на примере крупнейших предприятий в области, среднего бизнеса, малого, они все включились в такую рыночную гонку, когда нужно осваивать новые технологические процессы, закупать новое оборудование, выходить на такую очень жесткую конкурентную среду. И очень была большая проблема, я помню, все предприятия жаловали, что приходят студенты даже с хорошими отметками, и вроде как хорошими теоретическими знаниями, но при этом его приходится всему учить прям, ну вот с нуля. Ну, это старый стереотип, в какой-то степени он, может быть, связан с тем, что, я хочу заступиться, заступиться в данном случае, связано с тем, что руководство и топ-менеджмент компаний, там, любых промышленных, там, каких-то организаций, учреждений, они вот когда, там, 20-30 лет учились в вузах и увидели то, что тогда происходит, и так как они другой информации не получали и не знали от подробности, у них складывалось стереотипное впечатление, что так, как было раньше, 20-30 лет назад, так, наверное, есть и сейчас. И поэтому они немножко с предубеждением относились к тому, что происходит сейчас и как выглядят сейчас студенты. А сейчас студенты совсем другие. И, ну, скажу, что, ну, понятно, что, с чего мы начинали, там, 10 лет назад, что мы встретились, каждый факультет, институт после, там, после объединения, мы регулярно встречаемся с своими отраслевыми предприятиями, ну, партнерами, и очень подробно мучаем их анкетами, вопросами, интервью, обсуждениями, на которых мы с них вытягиваем информацию, а кто вам нужен, чем вы сейчас занимаетесь, а какое оборудование вы будете ставить, а какую продукцию будете производить, а какую технологию будете применять, а что вам нужно, кроме знаний теории и технологии, значит, на вашем производстве. И они нам начинают рассказывать. А нам надо, чтобы инженер был, кроме этого, значит, знал хорошо английский, чтобы он умел проводить переговоры, чтобы он был психологом, чтобы он был лидером своего коллектива, чтобы он там обладал навыками, значит, лидерскими коммуникативными, чтобы умел договор составить, чтобы переговоры провел, чтобы там себестоимость посчитал. Вот чего хотят от современного специалиста. И так в любой сфере. Возьмешь там, значит, сферу культуры, там историки, культурологи, филологи, а там спрашиваем, а что нужно от глубокого знания материала. А мы хотим, чтобы эти специалисты еще свободно работали на компьютере, там сайты создавали, там различные, там цифровые технологии владели. А вот эта широкая специализация, это какой-то тренд или это тоже от какого-то недопонимания? Нет, нет, вот смотрите, это тренд мировой, междисциплинарность, универсальность, мобильность и гибкость любого специалиста, это все больше востребовано на рынке по любой специальности. И к этому нужно готовить студентов, потому что если только ему давать профильные, основные специализированные знания по предмету, которые, собственно, он, кстати, и сам может в интернете найти гораздо больше, чем наша библиотека, какая бы она продвинутая информационно-библиотечная система, может ему предложить. Он всегда может найти больше. Соответственно, ему нужно привить другие навыки, как не запутаться в этом хаосе море информации, как отделить мусорную недостоверную информацию, которая полна в интернете, от крупиц зерна, как критически воспринимать источники этой информации, как ее анализировать, как ее обобщать, как работать с очень большими массивами данными, точно с современными цифровыми информационными технологиями. Цифра нужна по всем предметам, к чему я это веду. Но не получается ли так, что пока мы учим условного химика руководить предприятием, страдают его, не знаю, какие-то глубокие знания в области химии? Вот, и тут как бы вот это искусство, это очень трудная, непростая задача найти золотую середину. Там одна крайность, там, утрированно говоря, подготовить химика, ботаника, который ничего кроме формул не знает в этой жизни, а реальной жизни не знает. Другая крайность, это действительно такой веселый балабол, который отлично умеет говорить и проводить переговоры, но ничего не разбирается в химии. Вот эта золотая середина, это поиск, обсуждение, этим занимаются ученые, анализируют, этим занимаются учебно-методические объединения межвузовские, обсуждая это. Этим занимаются у себя на факультетах, на ученых советах, на кафедрах, коллеги это дело обсуждают, это предмет горячих споров, чтобы найти вот эту золотую середину, как готовить и чему готовить студентов. Отдельный вопрос, что кроме того, кроме получения теоретических знаний, нужно привить ему практические навыки. И этому был посвящен отдельный раздел нашей программы развития порного университета, который называется, что университет становится университетом проектных команд. Это когда, начиная, сейчас уже мы на некоторых институтах, дошли с первого курса, студенты объединяются в группы и начинают работать над конкретным проектом по специальности, который должен, ну что такое проект, в ограниченное время, ограниченными ресурсами, выполнить какую-то задачу, получить результат. Длительный какой-то, до выпуска рассчитан? Сначала у нас были семестровые проекты, сейчас мы их довели до годовых проектов. В принципе, идет подготовка к тому, чтобы студент, начиная со второго-третьего курса, объединялся в группу, в команду, потому что тут очень важно еще научить их взаимодействовать между собой, распределять обязанности, договариваться, роли какие-то. Но фактически это модель такая, ну как бы, работы на предприятии или в организации. Да, да, да. И мы уже убедились в том, что предприятиям даже интересно, если они, ну грубо говоря, есть предприятия, там, я не знаю, Уралхим, да, вот, у них есть набор задач инженерных, которые они хотят там по оптимизации производства, улучшению экологии, там, оптимизации какого-то технологического своего процесса. Мы, во-первых, перечень их таких проблем, задач и хотелок на ближайшие несколько лет от них получаем. И мы с ними обсуждаем. На перспективу. Да. И когда студенты выбирают какие-нибудь интересные проекты, они одну из этих задач могут выбрать. И, соответственно, ну представьте реакцию там главного инженера или там специалиста структурного подразделения предприятия, когда к нему приходит группа студентов со словами, у вас была такая проблема, задача, вот мы ее решили, вот чертежи, вот расчеты, вот инженерные решения. А как вы это сделали? Ну, я считал вот это, я рассчитывал эти процессы, эти параметры и так далее. То есть сразу бери эту команду себе на работу. Они все знают, умеют и хотят. А если они это еще и сделают и воплотят, то, соответственно, в них еще больше ценностей получится. Ну вот к слову обередать о тех кадрах. Вот вы рассказывали про то, какие есть требования у этих предприятий. А есть какая-то конверсия, то есть вы смотрите, сколько ваших выпускников в итоге трудоустроилось. Приходят эти работодатели и говорят, вот вы знаете, вот мы просили вот эти кадры, вы нам их предоставили, здорово. У вас аналитическая работа ведь, наверное, ведется. Да, ну смотрите, здесь история какая. Минобор несколько лет назад, наш учредитель, все время я на него оглядку делаю, они создали независимую от вузов систему измерения процента трудоустройства студентов. Когда, ну знаете, раньше же любили приукрашивать свою отчетность некоторые товарищи, и, соответственно, недоверие к этой отчетности появилось. Это надо было либо там ревизии проверять, там, насколько объективны данные. И поэтому Минобор пошел по пути прямого запроса из Пенсионного фонда России баз данных. То есть они брали списки выпускников у всех университетов, у всех вузов страны и сравнивали с базами данных, а кто из этих списков выпускников в первый год работы, где-либо устроившись на белую официальную работу, начал выплачивать отчисления. Соответственно, это позволило собрать информацию, ну, во-первых, там, в своем регионе или уехал, значит, маленькую зарплату получает или большую, очень много информации. Вот. И, соответственно, тут я сразу хочу сказать, что мы неожиданно для себя, а может, и ожиданно, может, это все закономерно, оказались сразу в верхних строчках по проценту трудоустройства в стране, в ПФО и так далее. У нас этот процент у политеха был в районе 90% до объединения. Когда мы объединились с гуманитарным университетом, немножко снизился до 85%, но все равно это достаточно высокий процент трудоустройства. Но там трудоустройство учитывается без какой-то спецификации, то есть им неважно, устроился человек по профессии или нет, просто трудоустроил. Да, просто трудоустройство. Хотя тут же вопрос такой очень дискуссионный. А хорошо ли, что все работают... Ну, для врачей, учителей и других специальностей социальной сферы, наверное, очень важно, чтобы работали по специальности. А для инженеров, экономистов, я не знаю, философов, историков, какая разница, он в школу пошел работать или в какую-то, значит, в организацию, или он работает в дошкольном учреждении, или он работает в какой-то там... Или бизнес его открыл. Бизнес его открыл. Какая нам разница? Если он получает хорошую зарплату, если он успешен, делает карьеру, значит, мы хорошего специалиста подготовили, значит, он молодец. Но для того, чтобы управлять этим процессом и не ждать милости от природы, мы несколько лет назад, уже прилично, лет пять, наверное, как мы в университете создали сначала отдел, потом целое управление по содействию трудоустройству студентов. И сначала мы просто считали, обзванивали, опрашивали, значит, выпускников прошлых лет, где вы, что вы. Потом стали работать с нашими студентами последних курсов на предмет, где вы собираетесь работать, давайте мы вам поможем составить резюме, а есть у вас информация, вот, давайте... А потом стали проводить ярмарки, вакансии, там их сначала было несколько десятков, потом сотен работодателей, которые приходили. Потом постепенно мы перешли к более глубокому анализу, начиная от анкетирования и опросов, там, школьников, выпускных классов, первокурсников, выстраивания, знаете, такой системной работы, из которой мы потом даже стали вносить изменения в учебные планы и так далее. Сейчас отдел трудоустройства студентов, это и управление персоналом, это такая очень интересная структура, которая работает и с преподавателями, и сотрудниками университета по повышению квалификации, анализу их компетенции, это работа со студентами, по подготовке их к будущей трудовой деятельности, это работа с выпускниками прошлых лет, получение обратной связи, как дела, и с работодателями. Ну, в общем, такая интересная история. Ну, вот смотрите, да, по поводу трудоустройства, получается, после объединения, там, у политеха был 90%, после объединения немного упал, у гуманитарного вуза тоже упал после объединения, и у них повысился наоборот. Нет, у гуманитарного был тогда, на момент объединения было 80%, у нас 90%, итоговая средняя по больнице стала 85%. Ага, то есть в таком плане. Я предлагаю уйти немного пораньше на рекламу, а потом уже пообщаться о том, что, собственно, придет на замену программы опорных вузов, то есть в каком направлении уже будет двигаться ВИАДГУ. Полторы минуты перерыв, и вернемся. Валентин Пугач, ректор ВИАДского государственного университета в нашей студии. Мы продолжаем про то, каким образом сейчас вуз подводит итоги реализации программы опорных вузов, и что будет дальше. Мы, Валентина Николаевича, до перерыва спросили про вовлечение вузов в экономическую деятельность региона, но есть еще одна важная задача, которая ставилась перед опорным вузом. Это вообще оживить жизнь в регионе, стать таким центром притяжения. Не только студентов. Не только студентов, но и в целом, да, горожан. И плюс еще это участие в жизни города, ну такое опосредованное, что ли, там, да, проекты по благоустройству, там, да, какие-то задачи, в которые можно вовлечь людей, там, да, движуха какая-то. Вот это вот все, это тоже ставилось перед опорными вузами такое. Да, я вспоминаю, как это все начиналось. На самом деле, вот социокультурную и такую гуманитарно-культурную и социальную составляющую в нашу программу ВИАДГУ вписал сам по своей инициативе. И это настолько понравилось конкурсной комиссии, что на фоне других университетов, которые только рассказывали, там, как Самарский университет, там, значит, космические корабли будет строить у себя, а Тольяттинский, там, Жигули будет модернизировать, ну, Казанские, там, значит, что-то свое. Вот, а мы в своей программе, кроме, понятно, что тесную связь с предприятиями региона и промышленностью, мы отдельным блоком прописали вот такую культурно-гуманитарную составляющую, что мы хотим, у нас там раздел этот, я даже сейчас называю, разбудить спящий город. Вот, и мы так для себя сформулировали, ну, у нас была социология, были опросы, студентам, что вам не нравится в нашем городе, ну, и тогдашние студенты говорили про город, что мало того, что он некрасивый, неуютный, а эстетический и с точки зрения благоустройства, ну, я сейчас утрированно немножко говорю, но смысл такой, а еще здесь ничего не происходит интересного. Болото. Болото такое спящее и тихо все, только иногда какие-то коррупционные скандалы, да какие-то еще другие негативные новости, вот, ничего хорошего не происходит. И тогда мы вместе со студентами, с преподавателями стали думать, а что, собственно, университет может предложить. И, соответственно, появилась идея, что мы должны стать такой точки кипения нашего города, местом, куда все, кому чего-то неравнодушно к нашей жизни, что-то хочется изменить в жизни нашего города в любом аспекте, вот, приходите в университет, и мы это все обсудим с вами, и поможем, и решим, и замутим какую-нибудь очень, как говорят студенты, веселую, такую интересную проектную деятельность. И завертелось. После того, как эта идея очень понравилась соответствующей конкурсной комиссии в Минобре, мы активно, ну, во-первых, была задача, кроме инженерных и каких-то там айтишных и других, естественно, научных направлений подготовки, у которых понятно, чем заниматься, нужно было придумать, а чем, собственно, у нас гуманитарный блок будет заниматься в университете. И вот они стали, получили свободу, получили карнбланш на креатив и творчество, и, соответственно, они такое количество проектов сгенерировали, настолько они были интересны. Притом, там, где нужна была помощь айтишников или каких-то специалистов из других направлений, они ее получили помощь и поддержку, и, соответственно, там еще такой был синергетический эффект сразу после объединения, и, соответственно, целый блок очень интересных решений, там, ну, вы видели проекты, там, лекции политехнических, «Ночь музеев», «Ночь искусств», «Урбанфорум» проводил. «Урбанфорумы», значит, по развитию городской среды, «Инженериум», значит, стал таким центром, ну, собственно, мы потом через агентство стратегических инициатив страны, опять же, через конкурсную процедуру получили статус «Точки кипения», и, соответственно, хотя она это университетская точка кипения, первоначальная идея, что это там студенты всех факультетов и институтов, ну, должны кипеть, а получилось, что кипит весь город. И вы знаете, что там любые общественные организации, блогеры, активисты и специалисты самых разных сфер, там, торгово-промышленная палата, бизнес-сообщество, все используют это пространство для того, чтобы там рождались какие-то новые идеи, проходили выставки, проходили какие-то очень интересные акции. И, соответственно, сюда потянулся народ, все стали понимать и постепенно привыкать к тому, что если тебе что-то хочется в городе интересно реализовать, то имеет смысл прийти в университет, и там эта тема может быть поддержана и успешно реализована. Будут ли все эти проекты продолжены, если будут за счет какого финансирования, то есть что придет вот на смену опорному ВУЗу? Ну, забегая вперед, хочу сказать, что Министерство образования и науки уже после полуторамесячного обсуждения вышло на финишную прямую, и в ближайшее время будет объявлен официально новый конкурс, называется программа академического лидерства. И туда, ну, она очень сильно изменится, и туда, значит, в эту программу будут заходить. Вот если для опорных университетов был конкурс только для региональных ВУЗов, то сейчас туда открыта дорога для и московских, и питерских ВУЗов, для отраслевых ВУЗов, то есть ВУЗы не подведомственные Минобру, там транспортные, ВУЗы культуры, ВУЗы, значит, каких-то министерств ведом, Минсельхоза, Минздрава и всяких других, они имеют право и возможность там заявиться в эту программу. То есть там будет очень жесткая конкуренция. Если в нашем старом конкурсе, там, может быть, сотня-две участвовало, то здесь, я не знаю, более 500-700 ВУЗов страны будут бороться за эту программу и бороться за финансирование. Мы, конечно, уже приступили к обсуждению с нашими коллегами внутри нашей команды, что мы можем заявить и какие сделать интересные акценты. Там очень высокие входные параметры, они, собственно, уравняли практически ВУЗы, которые работают на международном рынке и ВУЗы, которые работают на территориях. Мы поэтому сейчас отдельно будем развивать достаточно активно международную составляющую, увеличивать количество студентов иностранных, все на это направим. Будем приглашать иностранных преподавателей в большем количестве, чем сейчас. Лишь бы история с коронавирусом закончилась, мне кажется, это, конечно, мешает. Ну, это отдельная тема безопасности. Да, я шел как раз сюда, и у меня есть сомнения, правильно ли или нет. Мы же, в отличие от некоторых ВУЗов страны, перешли на чисто удаленный формат приемной кампании в электронном виде. Очень непростая задача. технически, организационно. Но мы посчитали, что риски заразить тех, кто к нам придет, или членов приемной комиссии, это очень высокие. Поэтому, раз у нас более-менее стало получаться в дистанционном формате работать на период эпидемии, мы решили и приемную кампанию провести в электронном виде. Это отдельная история. Я думаю, что хотя бы несколько слов о ней тоже надо сказать. Вот это вот новая программа. Понятно, да, что конкурс будет выше, то есть условия будут, вхождение жестче. А что она обещает? То есть те, кто пробьются в итоге, что получат? Они получат статус, сейчас вспоминаю выступление министра несколько дней назад. Это будут национальные исследовательские университеты и национальные опорные университеты. Это уже не региональные, а национальные опорные университеты. И она предполагает, что это очень сильные вузы, которые по параметрам своим количественным и качественным находятся в лидерах. Сколько из них... Смотрите, чем мы взяли в прошлый раз? Мы взяли оригинальной, интересной концепцией программы развития. И это было замечено, это было одобрено, и, соответственно, мы вошли в этот пул опорных университетов. Удастся ли нам подготовить такую же интересную, оригинальную программу, которая еще хорошо будет накладываться на мега-высокие показатели по научным публикациям, по интернационализации образования. Вот это меня больше всего беспокоит, что вот такого количества иностранных студентов, иностранных преподавателей, которые там, возможно, будут обязательны. Потом там будет учитываться балл ЕГЭ, а балл ЕГЭ, будем так говорить, от университета не сильно зависит. Он больше зависит от того, как школьники подготовятся и хорошо сдадут. Особенно как в этом году, мы сейчас все держим кулаки и волнуемся, как школьники в этом году после дистанционного обучения и карантина... Будут поступать. Отдаются. Да, они сейчас сдают ЕГЭ, оценок мы пока не знаем, очень волнуемся и переживаем, какое будет качество. То есть там очень много параметров. Но Минобор как-то ограничивает количество тех, кто получит эти статусы? Конечно. Их будет, как заявил министр, на всю страну всего 100-150 вузов. А учитывая, что в разы увеличится количество желающих, ну, надо будет очень сильно постараться. Поэтому мы сейчас готовимся к этому делу. А когда начнется уже активная стадия, заявлять будете опять вот эти программы, все свои концепции? Скорее всего, сам конкурс формально после утверждения его постановлением правительства России будет объявлен в последних числах августа, либо в сентябре. И, собственно, там до октября надо будет подготовить заявку. То есть прямо такой короткий период? Конечно. Это всегда очень-очень короткий период. Подготовить заявку, попробовать ее защитить, пройти формальные и неформальные критерии. Значит, по этому поводу попробовать защитить. Ну, в общем, к концу года станет известно. Получилось у нас... Там как-то в несколько этапов это будет все проходить? Или пока непонятно? Пока непонятно. Пока известна общая концепция. Две минуты у нас остается. Вы говорили... Будем ли мы финансировать и развивать проекты культурной, социальной жизни нашего города? Конечно, будем. Конечно, будем. Может быть, не в том объеме у нас будет возможность их финансировать, если там что-то не получится с программой. Но на свои средства, на внебюджетные средства, которые зарабатывает университет, обязательно мы будем, ну, по мере возможности, это делать. Из городской жизни вуз не выключится? Ну, смотрите, отдельное же у нас структурное подразделение, которое называется, значит... Подождите, у меня вылетело сейчас из головы, как же... Центр компетенции? Нет. Нет, нет. Центр развития городской и региональной среды. Вот как он у нас называется. И, соответственно, вот сотрудники этого структурного подразделения, они у нас занимаются вот этими всякими интересными лекциями политехническим, и точки кипения, и всеми вот этими интересными проектами. Арт-ботанический сад и все такое. Ну, понятно, что эти люди только точкой сборки являются. На самом деле большинство проектов-то реализуют сотрудники Института гуманитарных и социальных наук и других институтов, педагогического института. Отдельный вопрос, там, какой интересный прорыв педобразования нам удалось добиться. Мы там очень сильно перестроили программу, мы ввели очень много инновационных методов обучения. Звучит непонятно, но там, правда, очень интересно. Советую почитать там новости на сайте пединститута. Мы стали открывать в городе и в районах педклассы, когда школьники уже с азами, приемами педагогической деятельностью начинают знакомиться еще в школе. То есть для ребят, у кого склонность к этому есть, уже вот прямо на уровне школы есть какие-то начальные знания. Наши студенты в педнаправлении пошли очень активно в школы для получения практических навыков до получения диплома. Собственно, ну, отдельно там история, что они стали побеждать в различных олимпиадах, конкурсах, награды, дипломы стали привозить, что, как бы, говорит о том, что у них все получается. Вот, WorldSkills стали чемпионами по профилю начального образования. Не терили туда очень новое интересное направление, робототехнику и так далее. Соответственно, наши преподаватели для начальных и младших классов очень интересные учителя потом будут, когда пойдут работать. Да, пора нам уже завершать время. Время уже, время. Мы не успеваем поговорить, Валентин Николаевич, про дистанционную вступительную вот эту вот кампанию. Да, мы говорили об этом на старте, я помню, да, вы приходили. Вот, я думаю, что по итогам этой кампании мы обязательно встретимся, расскажем, да. Ну, в двух словах история какая, что сейчас абитуриенты, которые решили поступать в ВИАДГУ, не выходя из дома, могут зайти на сайт университета, посмотреть всю информацию, какие специальности есть, что они себя представляют, почитать, посмотреть видео, посмотреть дни открытых дверей, которые мы выложили в записи, где сотрудники факультетов рассказывают, что это дело. И там же подать все. Выбрать три направления, три специальности, на которые они хотели бы поступить, заполнить анкету, загрузить необходимые сканы паспорта, какие-то документы. ЕГЭ даже не надо указывать, потому что они автоматически загрузятся из федеральной информационной системы. И все. И ждать результатов зачисления на бюджет, или в случае, если не получится, то можно будет еще поступить на платную форму обучения. Все, завершаем. Спасибо большое. Валентин Пугач, ректор Вятского государственного университета, был с нами в дневном развороте. Вернемся через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова